Могут ли на Украине на Днепропетровском заводе Южмаш сделать дальнобойную ракету с прицелом на всю территорию России? Почему Международная космическая станция МКС никогда не пролетает над территорией России? И что тогда делают на ней наши космонавты? Как Илон Маск добился снижения веса своих спутников в 4 раза по сравнению с нашими, и когда мы полетим с китайцами на Луну и Марс, чтобы закрыть туда путь американцам на ближайшие десятки лет? Обо всем этом генеральный конструктор космической техники, экс-глава РКК «Энергия», доктор технических наук Виталий Александрович Лопота. Здравствуйте, Виталий Александрович! Вы до 2014 года возглавляли РКК «Энергия». Знаете о пилотируемом космосе практически все. Мы с вами встречаемся накануне 12 апреля, в Дне космонавтики, и моим зрителям и слушателям будет очень интересно вас послушать, поскольку вы в космосе человек не новенький, вернее, даже можно сказать, что таких, как вы, сейчас вообще мало, что вы так глубоко погружены в тематику. Давайте начнем вот с чего. Мы стараемся угнаться за Илоном Маском. Уже объявили о создании многоразовой первой ступени. Для каких кораблей? Какой грузоподъемности? И зачем это нужно вообще? Хороший вопрос. Ну, во-первых, руководство Роскосмоса недавно сменилось. И то, о чем вы говорите, это были задачи и активные действия предыдущего руководства Роскосмоса. Если говорить о том, для чего, нужно ли за Илоном Маском гнаться. Ну, Илон Маск неплохой инженер, хороший инженер и, в общем-то, приличный коммерсант. Во многом космонавтике он научился в России в начале 2000-х годов. И наши соотечественники, наши земляки его этому обучали. Давали учебники, показывали технику в результате. А он приезжал за одним, чтобы мы дали ему конверсионные носители. Ну, на какие-то темы они не смогли договориться, но, тем не менее, Илон Маск увидел, насколько техника эффективна, проста и что можно с ней делать. Конечно, я считаю, что Илон Маск великолепно реализовал возврат первой ступени. Но такая же идея была заложена еще в ракетоноситель «Энергия». Маск здесь решил по-своему этот вопрос. Мы же прорабатывали вопрос посадки ускорителей ракеты «Энергия» парашютами. А что, Илон Маск был в Москве, был в России? Да. Расскажите об этом подробнее, когда это было? Было в начале 2000-х годов. Принимал его Поповкин Владимир Александрович, тогдашний командующий космическими войсками. И много показывали, много мы учили. Но договориться о конверсионных носителях, на которых Маск хотел выводить американские полезные нагрузки, не удалось. Вы знаете, что в Тюмени есть свой Илон Маск? Он же Вадим Боков, создатель беспроводных наушников CGPods. О CGPods пишут комсомольская правда, коммерсант Боков, гость в интервью известных блогеров. СМИ признают CGPods лучшие наушники из всех недорогих и самые недорогие из лучших. Они обгоняют по объему продаж гигантов вроде Sony, Huawei и Apple. Секрет успеха CGPods в философии реальной ценности. CGPods продаются по честной прямой цене от производителя за 5000 рублей. В 4 раза дешевле американских Apple AirPods, хотя по качеству тюменцы не уступают яблокам. У CGPods микрофон тот же самый, что и у дорогих AirPods. Звучат тюменские уши лучший яблок. У CGPods самый большой динамик в мире. И антропометрически выверенная форма. Они не жмут в ушах и не давят. А благодаря грамотной развесовке ножки наушника не выпадают даже при активных движениях. CGPods работают без розетки 24 часа. Это дольше, чем дорогие AirPods. У классических тюменских CGPods есть влагозащита. Наушники можно мыть и мыться в них. Кейс CGPods из профессионального авиационного алюминия. Выдерживает 220 кило нагрузки. CGPods есть в черном и белом цвете. Все подробности по ссылке на официальный сайт в описании. А с кодом тоже в описании. У ГЛАНОВ 0423 вы получите скидку 200 рублей. Показывали, много мы учили. Но договориться о конверсионных носителях, на которых Маск хотел выводить американские полезные нагрузки, не удалось. Что значит конверсионные носители? Наши ракеты конверсионные, которые списывались в боевых дежурств, на них можно было запускать полезные нагрузки на ближнюю околоземную орбиту. То есть у нас сейчас полным ходом идет создание тоже многоразовой первой ступени для космических кораблей? Насколько я знаю, возврат первых ступеней планировался на неком раскрывающемся крыле, которое размещено вдоль первой ступени. Нужно ли так делать? Тем не менее, эта работа, насколько я понимаю, продолжается. Она длительное время велась в центре Труничева. С учетом того, что новый космодром сейчас в восточном находится, и основная трасса полета корабля проходит над океаном, мы предлагали трансформируемые конструкции, крылатые конструкции наших космических кораблей, которые могли бы иметь боковой маневр. и возвращаться в пределах полутора-двух тысяч километров, возвращаться на территорию, на наши аэродромы, на Дальнем Востоке, либо на аэродромы на Гавайи. А нам средств выделяли только на капсульный корабль. Хотя у нас великолепные наработки по крылатым машинам до сих пор остаются, и мне кажется, что с учетом восточного космодрома на Дальнем Востоке, нам об этом нужно хорошенько подумать, прежде чем идти и продолжать капсульный корабль делать. Наверняка вы знаете, что существует до сих пор такой на Украине завод в Днепропетровске, называется Южмаш. Этот завод делал замечательные ракеты, вот Зенит он делал для морского старта. А скажите, сегодня это предприятие могло бы, например, сделать какие-то ракеты не для космоса, а чтобы они участвовали в военных действиях, чтобы запулить, например, на тысячу, на две, то и на три тысячи ракету с какой-нибудь начинкой бомбовой и запулить там в любую точку Российской Федерации. Вы говорите о Южмаше, но надо говорить о кооперации КБ Южная и Южный машиностроительный завод. Между прочим, это очень хорошее КБ и хороший завод. Это ракеты СС-18 по классификации американской «Сатана», которые до сих пор нами используются. Это одна из лучших ракет. Я прекрасно знаю КБ Южная, их великолепных инженеров, которые на боевой тематике расправляли свои плечи, набирали знания, опыт. Компонентная база, которая использовалась в ракетах, ну так как был тогда Советский Союз, использовалась лучшая компонентная база нашей страны, а интегрировалась она в Южмаш. Как вы думаете, сегодня они могут вот такое сделать, чтобы использовать это в войне против Российской Федерации? Специалисты там достаточные, чтобы это сделать. Смогут ли они в условиях сегодняшнего дня сделать? Ну, я не знаю состояние Южмаша и КБ Южного, насколько целы здания, насколько живы люди. Но, по крайней мере, лет 10 назад там была приличная и молодежь, 30-летняя, которым сегодня где-то 40-45. Мне кажется, что это серьезные специалисты, с которыми надо считаться. Ну, давайте вернемся к такому, к мирному космосу. Много говорили в последние годы о так называемых космических тягачах с ядерными ракетными двигателями. Это мечты, проекты. То, что нам нужны буксиры на орбите, чтобы при освоении космоса мы использовали их для доставки полезных нагрузок в любые точки Солнечной системы, это эффективно. Они, как правило, используют электроракетные двигатели, ракетные тихоходы. Они имеют очень большой удельный импульс, но малую массу выбрасываем рабочего тела. Двигаться они могут значительно медленнее, чем жидкостные двигатели, но это эффективно. Эффективный путь освоения космоса. Основной их облик проекта закладывался именно в Ракетно-космической корпорации «Энергия» и длительное время мы участвовали в этом процессе. Это перспективно, но в металле этого еще пока нет. А для чего нужны вот эти вот пигачи? Для доставки полезных нагрузок на более высокие орбиты, на Луну, на Марс и так далее. А ядерный буксир «Росатом» был готов технически и технологически для создания реакторов, а вот остальная компонентная база была не готова к использованию. Чтобы быть готовым, нужно иметь шестой уровень технологической готовности. Мы его пока не достигли в этом направлении. Когда вы были главным конструктором РКК «Энергия», то вы очень хорошо контактировали с НАСА. Оказывается, что и сегодня Роскосмос тоже прекрасно контактирует с НАСА. Какие-то договоры подписываются о совместных полетах. На фоне всеобщего разрыва это выглядит просто невероятным. Может быть, Байден просто забыл, что существует космос? Основой всего техническое целесообразие. То есть Байден тут не при делах. Его к НАСА пока не подпускают. Ну и слава богу. Недавно сообщили, что спутниковая группировка, самая многочисленная у американцев, а на втором месте вдруг оказалась не Российская Федерация, а Китай. А спутников у них уже чертова туча. Ну я могу сказать, что все-таки стратегически программа Китая построена достаточно серьезно и последовательно. Они не рассматривают частности. Они берут общие крупные задачи и в эту систему складывают во времени и с точки зрения технологических сегодняшних достижений максимально возможное все. мы в спутниковых технологиях дистанционного зомбирования Земли замерли на уровне 20-25-летней дамы. Виталий Александрович, меня всегда интересовало, почему МКС, которую мы сделали, не пролетает на территории России? Кто это? Ведь это же совместная станция. Вот она в Италию пролетает, потом она идет к Ирану, к Индийский океан, а России как будто не существует. То есть МКС для нас это как бы пустой звон. Решение о наклонении орбиты 51,6 градусов выбиралось лет, наверное, на 20, раньше, чем еще когда станции Салют выпали. Здесь преследовалась максимизация выведения полезных нарывов. Наклон орбиты выбирался как раз по уровню чуть-чуть выше нашего космодрома Юга. Когда мы были Советским Союзом, мы примерно 50% территории просматривали. Мы выбирали эту орбиту 56 градусов таким образом, чтобы спускаемые аппараты тогда с Китаем были, мне кажется, неважные отношения, значит, чтобы трассы при выведении космических кораблей не проходили над Китаем. И нам не нужно было согласовывать с кем бы то ни было трассы выведения. Украинцы воюют сейчас с помощью спутниковой системы, которую создал Лон Марс. Он запускает эти маленькие спутники, совершенно маленьким весом, десятка, или сотня, я их уже, по-моему, 4 тысячи крути. Те обеспечивают связь между военными на уровне род, отделений военных, на уровне батальонов между командирами. Почему у нас не может быть такая же система, если она оказалась настолько эффективной и может обеспечивать связь во время боевых действий? А связь, это, как известно, это вообще основа всего? Ну, во-первых, не такие они уж маленькие, это порядка 100-150 килограмм аппаратов. Это позволяет делать соответствующую электронно-компонентную базу, которую мы, в общем-то, не имеем. Аналогичный спутник с аналогичными параметрами, наверное, у нас будет раз 5-7 тяжелее за отечественные компонентные базы. В таком количестве мы их не сможем запустить более тяжелые. И то, что сегодня легкими спутниками 100-150 килограммов не делает МАСК, они летают на очень низкой орбите, на уровне 500 километров. Срок активного существования спутников очень небольшой. Нужны серийные производства на возобновление таких группировок. А сколько вот жизнь вот этого спутника МАСК на низкой орбите летящего? На уровне где-то 4-5 лет, если не меньше. Кстати, Юрий Иванович Борисов как раз первые шаги свои он объявил, что у нас будет несколько заводов серийному массовому производству таких аппаратов. Виталий Александрович, не могу вас не спросить про морской старт. Я знаю, что из Америки его перегнали на Дальний Восток и как-то забыли, как будто бы его и не существует. Что на самом деле? Ну, на самом деле, действительно, это трагическая судьба, пока трагическая, потому что он в хорошем состоянии технически находится, но законсервирован. находится он в порту Славянка, южнее Владивостока. Но этот проект стратегически важен для Роскосмоса, потому что именно он может обеспечить технологическую устойчивость для сверхмощных двигателей, которые на Гаммаш должен для сверхтяжелых ракет делать. Он полностью готов и все технологии у нас есть для того, чтобы его продолжать. Нельзя на металллом отправлять это все. Ну, я не слышал, чтобы его хотели на металллом отправить. Это на самом деле технологически уникальное совершенно сооружение. Я думаю, что руки пока не дошли. Морской старт это единственный проект, который обеспечивает основное конкурентное преимущество в России. Это 800-тонные двигатели с 800-тонной тягой. Это примерно в три с лишним раза опережает американские возможности. Они не случайно двигатели на энергомаше менее мощные покупали. Когда мы вместе полетим в космос с китайцами, сколько можно с американцами летать? А китайцы хорошие, рядом с нами, там и космодром наверняка можно какой-то в Китае устроить ближе к экватору, совместный космодром, может быть, в Южно-Китайском море. Вот у них уже станция летает с космонавтами, своя. Вы уже несколько раз сказали по поводу полета на Луну. Луну, около лунного пространства, нам осваивать нужно. И следующую станцию, которую мы должны иметь, она должна быть на орбите Луны. Вернее, не на орбите Луны, а на орбите около Луны, для того, чтобы эффективно осваивать дальний космос. Ну, вы думаете, это мы будем с китайцами делать, или все-таки отложим, как говорится, как в том анекдозе, на потом? В канун нашего праздника космонавтики, или в день праздника космонавтики, я бы так сказал, заделы, которые мы имеем в нашей стране, включая и лунную программу, включая марсианские замахи, у нас уникальны. Нужно только ими правильно распорядиться, правильно расставить приоритеты. Для того, чтобы это. Мы сами можем это осваивать. Здесь нужно соревноваться, наверное, не кто вперед. Ну, например, почему мы на Марс летим? Это в первую очередь, наверное, зона эвакуации. Через там миллиард до два лет человечеству нужно будет продлевать свою жизнь от того, что Солнце начнет превращаться в красного гиганта и сжигать все находящееся рядом. И Марс, это крайне теплая планета, может быть хорошим пристанищем. Но для этого нам нужно технологии движения осваивать более эффективные новые. Ну, давайте тогда пожелаем Юрию Ивановичу Борисову, чтобы он прожил два миллиарда лет. Он хороший руководитель. Он уже точно за эти годы справится со всеми бедами и невзгодами. А мы с вами попрощаемся до следующего праздника через год, 12 апреля. Тогда позвольте пожелать моим коллегам, ракетчикам, космонавтам, тем людям, которые создают ракетно-космическую технику, управляют ей беспокойной и интересной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok